Всем привет! Вы на канале Мехомозг, меня зовут Евгений. Друзья, в прошлом видео я показывал, как изготовил вот такую вот шестереночку довольно нестандартным способом. Форму я обкатывал на токарном станке, там кинетический песок, посмотрите видео, обязательно интересно. Сама идея была в том, чтобы, не имея делительной головки, изготовить шестерню с необходимым количеством зубьев. В данном случае 42 зуба. Я изготавливал шестерни и на делительной головке, как положено, с врезерным станком. Самое сложное в изготовлении шестерни, в принципе, ее можно и болгаркой эти зубья выпилить, и напильником. Самое сложное, это вот как раз-таки разделить на необходимое количество частей данную окружную, чтобы зубью получилось 42, а не 41,5 и не 42,5. А то тогда уже ничего не сделаешь. При отливании шестерни, да, получается не очень правильный зуб, форма его эволюмента не повторяется. Но в прошлом видео я хотел это все дело показать, как можно обойтись без фрезерного станка. Сейчас покажу, как элементарный довольно способ, как вот этот модуль эволюменту поправить. Есть у меня модульные фрезы, есть как раз-таки номер 2, модуль 2, номер 4 необходимая фреза для непосредственно вот этой вот шестереночки. Способ тоже отчасти необычный, фрезерование. На фрезерном станке, ну способ удержания, сейчас покажу. Так сказать, нестандартный способ удержания. Что у нас тут есть? Опять же, та же, как в прошлом видео, вот это приспособление цанговое. Есть на него отдельное видео. Затем, вот палец я выточил, оську, она вставляется сюда, эта вставляется сюда и затягивается. Затягивается болтик. Сажало совсем. О, имеет возможность прокручиваться. Чуть-чуть подтянуть. А, пойдет. Вот и весь способ удержания. Модульная фреза имеет коническую форму. Вот эта канавка тоже имеет коническую форму. Все, фреза попадает в канавку. Если не попадает точно, она подвигает саму фрезу. Центрует ее. Фрезу-шестерню. Сейчас покажу. Отвел. Просто провернул рукой. И опять. И опять. Ну вот, можно видеть, я поправил. Если необходимо, можно еще глубже опуститься. То есть, у меня уже все выставлено. Можно ниже опуститься. Самое главное то, что окружность поделена на необходимое количество частей. Здесь мы уже ничего не целяем, ничего не вымеряем. Просто фрезеруем. То есть, какая-то высокая квалификация фрезеровщика не требуется. Обычный школьный ША-3 фрезерный станочек. Даже без вертикальной фрезерной головки. Можно поправить модуль. Была бы фреза необходимого модуля, необходимого номера. Мне кажется, номер 4. Вот так, сейчас я их все пробегу и попробуем еще выставить на токарный станок. Посмотреть зацепление. Можно даже еще добавить чуть поглубже, чтобы профиль был почетче. Вот, собственно, в этом и была основная идея прошлого видео. Потому что были такие комментарии, мол, ты не придумал велосипед. Шестерни уже до этого отливались. До этого я понимаю, с этим я не спорю. То, что разделить, вот как раз таки, сама главная идея, разделить окружность на необходимое количество частей. И точно, точно прорезать. А тут все элементарно накатывается. Вот так. Сейчас я поправлю и поставим на токарный станок. Ну что ж, прошел я полный круг. Сейчас посмотрим, что из этого вышло. Еще один плюс данного способа. Можно в любой момент снять. Сейчас вот опять вставил, поставил, чуть-чуть добавил. И можно еще круг пройти. Не надо ничего выставлять. Так. Ну вот, что мы можем тут видеть. Конечно, чуть-чуть дрожало. Есть определенный ряд, но это уже не столь существенно. Просто шел я по направлению, то есть удара. Если в обратную сторону могло бы сразу и как бы это не попасть или рвануть. Но я решил все-таки вот таким образом идти. Так больше удара, больше вибрация, но при этом точнее попадает. Ну, как мне кажется. Так, что поставить ее на токарный станок. Так. Ну, вот смотрите. Так уже, по-моему, посимпатичнее выглядит. Так. Ну, вот такой вот получился нестандартный способ фрезеровки зубьев. Отчасти нестандартный. В моей коллекции не хватает еще двух шестерен. 33 зуба и 21. Вот. Я надеюсь, в одном из последующих видео сниму, как я их изготовлю. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем творческих успехов. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Не забудьте поставить лайк, если понравилось. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok